Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами. Снова мы продолжаем нашу встречу, наш эфир на программе «Влияние» с Юрием Маскеровым. Юра, приветствую, рад. Мы будем продолжать нашу вчерашнюю тему. Тема интересная. Но сегодня она пойдет немножко в другом ракурсе. Мы будем чуть глубже копать, потому что это будет касательно все-таки, почему Бог ненавидит, а может как? Ну, ненавидит, наверное. Это слово я, наверное, правильно применил. А когда мы осуждаем друг друга, особенно в церкви, когда это касается тех, которые Господа знают, церковное устройство знают, друг друга хорошо знают, потом Писание знают. Все знаем. Мы все знаем. И вместе с тем мы грешим. Ну, таковы мы люди, получается. Хорошо. Но я сегодня хотел бы немножко углубиться в эту тему. Именно. Почему Бог ненавидит осуждение в церкви? Вот это довольно важный вопрос. Почему? Потому что, с одной стороны, мы говорили вообще за людей, и мы говорили частично за людей, которые являются верующими. Хоть я сегодня смотрю Писание, и недавно как бы откровение, «Ибо так возлюбил Бог мир весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И служение церкви сегодня – это служение миру. Это служение этому миру. Которых Бог возлюбил так. Да. Потому что, извините, если бы не эта любовь, если бы не служение церкви, но многих из нас сегодня в церкви не было бы, меня бы точно не было бы. Ну да. Но мы видим, что церковь служит, церковь работает, и церковь исполняет свое предназначение, которое Бог дал для нее. В другом случае, если церковь превращается, или же в закрытый клуб, или клуб по интересам, вот тут начинаются вот эти все вещи. Вот ты слышал, тот что-то сделал, а ты слышал, та что-то сделала. Потому что эти вещи, они начинаются тогда. Да. Ну, извините, говорят, мухи не садятся на горячее, и не садятся на сильно холодное, а садятся на теплое. И вот получается, когда церковь работает, у нее нет времени на вот эти дела, обсуждение, суждение и так дальше, и так дальше. И вот очень хорошее место в Писании, которое говорит, и я потом приведу несколько примеров, за который мы с вами говорили. Вот место, это 18 глава Евангелия Луки, очень довольно интересный храм, молитва. Приходит вдвоем. Двоем. Вот смотрите, почему-то в Писании постоянно приводится двое. Постоянно. То есть Писание дает контраст, противоположность. Кажется, единственная борьба и противоположность. И вот получается, один приходит святой человек. Я боюсь что-то сказать. Потому что он фарисей. Да, он фарисей. Фарисей от многого отказывались для того, чтобы исполнять Божье Слово. И с другой стороны, пришел человек, которого люди ненавидели, мытор, сборщик подати. Конечно. Мы не знаем, что заставило этого человека прийти в храм. Он не приходил в него вообще. Для него он не нужен был. Но в этот момент он пришел. Что-то побудило его сердце прийти в храм. Что-то заставило его душу прийти туда. Что-то заставило стоять его в предшествии Бога. Бить себе в груди, говорит, Господи, помилуй меня. Гречника. А первый, я говорил, я не такой, как этот. Вопрос в другом. Мы часто не можем терпеть людей, которые приходят с мира. Это даже недоказуемо. Привожу пример. Была в Сакраменто церковь. Я специально не называю ее название. Пришли две девочки, которых, извините, или кто-то пригласил, или сердце побудило прийти в церковь. Русскоязычные? Да, русские девочки. Но пришли, извините, не в такой форме, как надо. В первый раз пришли. И служители порядка их выгнали. Сказали, вам не место здесь. И когда мне рассказали этот пример, рассказали мои дети. Я, извините, был в глубочайшем шоке. Вообще, для чего нужна церковь? Но ты не извиняйся за это. Для чего нужна церковь? Я бы тоже в шоке был. Извиняться здесь не стоит. Я понимаю, что церковь... Давайте мы немножко дадим определение, что такое церковь. Самое первое. Если Бог, Отец, церковь – это мать. Мать, которая рождает церковь, как говорится, в Божье царство. Почему? Потому что многие люди приходят через церковь. Я помню ту евангелизационную группу, которая свидетельствовала мне. И это были люди церкви. Люди, которые не пошли пить кофе, не пошли кушать торт, а пошли на улицу. Ну, возможно, молились кого-то встретить. Ну, встретили меня с моим другом. Мой друг помог им провести меня в церковь. Но я сегодня верующий, а мой друг до сих пор нет. И вот, получается, самое первое. Церковь – это место, где люди, как говорится, рождаются в Царство Божье. Почему? Потому что идет проповедь о том, что сделал Бог для нас. Извините, я был неверующим. Я постоянно ездил, где я видел церковь или крест. Моя внутренняя молитва. Господи, спаси и сохрани. Все. Все, что я знал, все, что я мог сказать. Но когда я пришел в церковь, я начал больше узнавать о Боге. Я начал узнавать его характер. Я начал узнавать его милость. Я начал узнавать, что он хочет, как говорится, от человека. Для чего он послал своего сына. Вообще, я узнал, кто я. Это одно. Дальше мы знаем, что церковь – это место, где люди, как говорится, начинают духовно возрастать. Снова же, правильное питание. Правильное питание. Потому что питание можно дать и неправильное. Правильное питание, оно, как говорится, мы смотрим на младенца. Младенца сначала кормят молоком. Молочко, молочко, молочко. Потом дают немножко твердую пищу. И приходит время, он переходит на твердую пищу. То есть, организм начинает работать, как организм взрослого человека. То есть, идет параллельно возрастание физическое, возрастание духовное и так дальше. Но это при условии. Да, при условии правильного питания. И при условии, что правильный повар, правильный повар, который упражняет себя в приготовлении пищи, здоровый, нормальный повар, к нему бегут. Я понимаю. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Потому что молоко, 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 молоко. И потом я бы такого повара уволил бы. Я бы сказал, слушай, уже ребенок вырос, ему надо колбаса. А ты все молоком его кормишь. Уважаемый, хорошо, что мы не живем в спартиях. Там повара, который начинал вкусно готовить, просто-напросто казнили. И все. И все, да? И все. Видишь? То есть, у них было специально, я не буду называть эту пищу для солдата. Да. А каждый пацан – это солдат. Все. Их кормили только одной пищей. Поэтому, когда мы молимся, дай нам хлеб насущный на сей день, с сухарями кормить завтра или на следующее воскресенье не имеешь права. Согласен. Согласен. Дальше. Мы смотрим за церковь. Церковь – это место, где люди получают снаряжение. Другими словами, чем послать человека на работу, его надо научить. Или на войну. Или на войну. Надо научить стрелять. Да. Надо научить пользоваться оружием. Почему Писание говорит, что мы умели владеть этим мечом обоюдоострым? Почему? Потому что этим же мечом мы можем нанести поражение врагу. И этим же мечом мы можем ранить человека, который рядом с нами. И снова же, все это обучение. Все это обучение и все это дает церковь. Дальше. Церковь поднимает человека. Вот смотрите, поднимает. Дальше. Церковь – это та, которая помогает человеку подняться. Мы прекрасно понимаем, мы все падаем. Назовите мне хотя бы одного человека, который прошел жизнь без единого падения. Не найдем. Почему? Потому что этот человек говорит, да я совершенный. Ребята, вы чего? Но извините, когда Иисус говорил этим людям, которые привели эту женщину, за которую мы вчера говорили, Он им сказал, кто из вас без греха? Первый брось. Первый брось камень. И извините, совесть начала осуждать каждого. Ты не извиняйся. Ты много извиняешься. Никогда не извиняйся за слово Божие. Ну да. Я имею такой постулат жизненный. Если я говорю слово Божие, чего я должен извиняться? Пусть извиняется тот, который, принимая это слово, не хочет меняться. Я понимаю. Продолжай. Хорошо. И мы видим вот этот комплекс. Комплекс. Ну, можно сказать, что в церкви идет обучение будущих служителей. Почему? Церковь готовит будущих служителей. Почему это важно? Потому что, извините, сначала служили вам. Снова не извиняйся. Да. Получается так. Если в мире есть три категории. Рабы, слуги и господа. Ну, эта градация идет вверх. В церкви она идет немножко вниз. Вверху, получается, у нас дети. Потом слуги. А потом рабы. Слуги служат детям. Ну, а рабы служат и слугам, и детям. И мы знаем понятие раб по любви. А церковная иерархия? Это идет Бог-Отец, потом Сын, Иисус Христос. И в церковной иерархии. Ну, я понимаю. Потом идут служители, потом идут члены церкви. То есть, там другая иерархия. Ну, да. Но у нас, получается, довольно часто вот эта пирамида перевернута. Перевернута, да. К сожалению. Пастырь, получается, в самом низу. И на него идет давка, как говорится, всех категорий, которые есть в церкви. Но это сегодня не наша тема. Да. А мы говорим за осуждение. Мы увидели комплекс, который есть в церкви. Начиная от твоего покаяния, то есть от твоего рождения, и кончая твоим совершенством. То есть, снова же, мы определяемся, что такое совершенство. И в данном случае это духовный рост. Духовный рост – это раз. И готовность твоего предназначения. То есть, когда ты готов к исполнению того, для чего Бог тебя призвал, научил и поставил. Ты говоришь идеал, ты говоришь абсолют, ты выражаешь мысли абсолюта и идеала. По большому счету, теоретически, это очень правильно, так должно быть. Такую модель, бывая в Корее, в такую модель я вижу построение церковного устройства в корейских церквах. К сожалению, мы пока не дотягиваем до этого. Хорошо. Дело в том, что в нашей церкви, ну, можно сделать какое-то снисхождение. Почему? Потому что были гонения. Отсутствие одного другого. И служителя старались больше сохранить церкви. Да. Но у них не было доктринального образования, у них не было библейского образования. Это правильно. Это правда. И их основная цель была сохранить церковь. И они это делали, и с честью они прошли это попроще. Благодаря им мы стали верующими. Да. Благодаря им мы сегодня в церкви, и благодаря им мы сегодня с вами сидим здесь, на этом месте, и говорим о том, о чем когда-то говорили они. Хорошо. Два других случая, которые я хочу привести за осуждение. То есть, мы сказали за одну из церквей Сакрамента. Мы сказали с вами за то, что должна делать церковь. Теперь два примера, которые были в моей жизни. Когда я учился в Киевском библейском институте, у нас преподавал один из профессоров. Довольно интересный человек. Все говорили, что за кафедрой он пастырь, а в учебном этом, то есть наоборот. Когда он учит, он учит как пастырь, а когда он в церкви, он учит как преподаватель. И получается, наша беседа с ним была как раз за внешний вид, потому что было довольно интересное Евангелие. Мы его проходили. И я у него спросил, говорю, профессор, скажите, пожалуйста, но как вы относитесь к людям, ну, к внешнему виду людей? Ну, нас больше учили о внешнем виде. Ну, это то, что было у нас. И он сказал, я всегда смотрю только на тех, которые повернуты лицом в зал. Ну, я у него спросил, профессор, а почему? Неужели люди, которые в зале, вы не реагируете на них? Он говорит, я реагирую. Но для меня очень важный вопрос есть те, которые смотрят. Потому что это люди, которые несут служение. И он рассказал случай. Однажды, когда я проповедовал, я увидел в зале женщину в костюме блудницы. Благородное сердце пастыря заиграло. О, я ж тебе после собрания дам. Ты что, не знаешь, куда ты пришла? Ты что, не знаешь, что это Божья церковь? Ты что, не знаешь, что надо сюда одеваться? Что за вид? Да, что за вид? Ярость благородная играла. Ну да. Кончается проповедь. Сказали, как говорится, отче наш, последние слова. И он увидел, что эта женщина бежит к нему. К нему. К нему. И говорит, пастырь, извините меня. Я сегодня первый раз в вашей церкви. Мне очень все понравилось. Пастырь, на мне одежда, у меня другой нет. Сегодня я обещаю, я пойду в магазин и куплю хорошую одежду, чтобы мне приходить в вашу церковь. Вы знаете, пастырь встал, опустил руки. Я говорю, Господи, что происходит? Я хотел, как говорится, выписать этой женщине за то, что она в таком одеянии пришла в церковь. А ты, Господи, показал мне сердце этого человека. Вот смотрите, в разнице с этой притчей, что в данном случае фарисей, он осудил человека. А здесь пастырь хотел осудить, но Дух Божий не дал. Дух Божий сделал все по-другому. Дух Божий сделал приятие для этой женщины. Хотя в сердце он допустил это. Я понимаю. А вот ты мне ответь на вопрос. Ты красиво говоришь, очень красиво так тебя льется, как река. Поэтому я извиняю. Хватит. Вот тут я извиняюсь, что я тебя перебью, остановлю, но мысль не теряй. Как ты думаешь, Бог осудил этого пастыря? Мог ли Господь осудить за то, что он, находясь... Прекрасный вопрос. Прекрасный. Вот я обычно, когда провожу или семинары по прощению, я говорю за три вещи. Первое. Покаяние пред Богом. Один на один. Второе. Покаяние перед человеком. И третье. Покаяние перед служителем. Как мы можем различить эти три вещи? Первое. Если я что-то сделал в своем сердце. Вот в данном случае этот человек осудил. Он просто осудил эту женщину. И Бог показал ему, и Бог дал ему покаяние. То есть он вслух ей ничего не сказал пока. Не успел. Не успел. Не успел. Хотел, но не успел. Слава Богу, что Дух Святой у нас иногда, ну, как лошадок, тормозит. Да. Второе. Если, например, я что-то сделал человеку. Я человека оскорбил. Или я у человека что-то украл. То есть я не ворую. Но просто я привожу как пример. Или что-то другое. Мое покаяние пред Богом, это покаяние перед этим человеком. Если человек сделал зло другому человеку, пусть он не бежит к пастырю. Бесполезно. Пусть сто раз исповедуется. Если он не наладит отношения с человеком, которому он сделал зло, извините, сто раз пастырь скажет прощаю, оно прощено не будет. И давайте мы подтвердим Писание. Нам нужно Писание. Если ты несешь дар к жертвеннику и вспомнишь. И вспомнишь. Да. Ты должен оставить. Даже вспомнишь. Да. Даже вспомнишь. Ты должен оставить свой дар и пойти примириться. И потом. Только после этого. Потому что только после этого Бог примет твой дар. И на праздник, на судный день, на судный день, тоже есть довольно интересная вещь. Бог прощает все греки и беззакония по отношению к нему. Но не прощает, если я не навел отношения с человеком, которого я оскорбил или обидел или что-то у него взял. Хорошо. Второе. Это покаяние перед человеком. Вот написано. Исповедуйтесь друг перед другом. Пожалуйста. Ты сделал другу проблему. Пожалуйста, иди, реши, наладь мосты и так дальше. Ну и третье. Если уже человек что-то сделал такое, что будет греметь на всю окрову. Он должен прийти к служителю и сказать. Почему? Потому что завтра, Юр, ты служитель. А я прихожу к тебе. Ты знаешь, Сережа, наделал таких вещей. Ты отвечаешь. Да, я знаю. Вчера была исповедь. Человек чистосердечно покаялся. А Писание говорит, что если мы... Бог прощает. И освобождает человека от всякой неправды. Юра, я общаюсь, если не ежедневно, так через день это точно. С очень многими служителями. И в силу своего служения, в силу наших взаимоотношений со многими. С разных штатов. С разных. И включая престольный град Сакрамента и в других штатах, там, где служу временами. Так что интересно, что мы с тобой говорим об этих вещах. И какие мысли меня осеняют, что насколько важно служителям, насколько важно служителям, слышать то, о чем мы говорим, пастырям, старшим пастырям. Даже епископам. Согласен. Даже если Папа Римский получит эту программу, я буду Богу благодарен. Или там всея Руси которой. Почему? Потому что... Потому что... Я не знаю, откуда это пришло, но не от Господа явно. Я считаю, что если уж я управляю, значит, это слово касается вот всей этой черни. Черни, знаешь, которая сидит? Это в православных церквах, говорит, это все чернь. На людей называют. А меня это не касается. Почему? Потому что зачастую ловлю многих в беседе, многих ловлю на слове, что осуждение, обсуждение, пересуждение, как рекой льется. И вот это вот серьезная проблема. Вот это очень серьезная проблема. Возьмите, знаете что, друзья, сегодня? Позвоните после этой программы. Вы в повторе будете смотреть эту программу. Вчерашнюю программу закажите. Позвоните нам в офис. Закажите этих две программы. Закажите, пожалуйста. И вручите вашим пастырям. Старшим служителям, может быть, диаконам. Им очень важно слушать. Очень важно. И еще один пример я бы хотел привести. Это тоже из моей жизни. Когда я учился в семинарии, у нас был довольно благословенный ректор. Президент семинарии, доктор Ватсон. Это человек, который не брал студентов платы. Это человек, который... Ему уже было 75. Вот Дух Святой расположил его сердце открыть на Украине семинарию, чтобы помочь студентам, помочь служителям в служении. Он ездил по Америке, он собирал деньги. Один студент за сессию обходился как минимум 300-400 долларов. Это огромные деньги. А проезжало 100-120 человек. И вот однажды этот благословенный человек рассказал нам пример своего пастырского служения. Говорит, когда он проповедовал... А он проповедует так, что... Ну, у меня в группе были и харизматы, и баптисты, и пьесятники. Харизматы говорили... Доктор Ватсон, от вашей проповеди харизматы отдыхают. Проповедь хорошо построенная, проповедь грамотная, проповедь, которая достает человека, и проповедь, которая ставит человека перед Христом. То есть учитель конкретный. Аминь, аминь, аминь. И он говорит, однажды я проповедую. И я вижу, в зале человек спит. Ах, я думаю, я сейчас кончу проповедь, я ему дам. Ну, как всегда, он кончает проповедь. И только он выходит с кафедры, и его жена бежит навстречу. Пастырь, пастырь, извините, пожалуйста. Говорит, что такое? Говорит, поймите, извините моего мужа. Он целую ночь работал. Он тяжело работал. Я ему сказала утром, слушай, ляжь, поспи, отдохни. Говорит, я не хочу спать, я хочу ехать в церковь. Я хочу поехать в церковь. А доктор Вахтсон, немножко такой, ну, человек с характером юмориста. И он тогда на всю церковь таким голосом говорит, если он другой раз захочет спать, пусть проезжает в мою церковь спать. Я удивился, говорю, господи, пастырское сердце. Но он увидел свою ошибку. Он увидел. Он не узнал, не расспросил ничего, что с этим человеком. Он хотел его обличить. Но Дух Святой, я благодарен Господу за Дух Святой, который нас останавливает, вразумляет, который нам показывает. И я хотел бы вернуться вместе с вами в эту, снова же, нашу программу. Почему в церкви Бог не хочет этого видеть? Вы знаете, это довольно интересно. И я приводил пример то, что девочки пришли. Я не знаю, что было в их сердце. Я не знаю, что побудило девочек, совсем мирских, совсем свистских, прийти в церковь. Юрий, я знаю, когда я впервые переступил через порог церкви, для меня это стоило что-то. Я, наверное, тогда килограмм веса потерял. Потому что мне было страшно. Тем более атеистическая пропаганда. Тем более штунды там нам нарисовали, что о-о-о. И тут меня ведут в собрание. Господи, Аскиров, куда ты идешь? Но я пришел. Потом я увидел, что то, что мне говорили, это все, извините, это все ложь. Но самое главное было начало. Потом уже меня никто не мог остановить. Даже в милиции, когда меня начальник милиции спрашивал, говорит, слушай, тебе что там, начали видеть? Я говорю, да, я покаялся. Ну все, с тобой у нас больше дела нет. Впоследствии этот начальник милиции покаялся. И его сын живет сегодня в Сакраменто. Это вообще прекрасно. И я не знаю, что побудило этих девочек. Я не знаю. Но я знаю одно, что сердце их чего-то загорелось прийти в церковь. Хорошо. В походу и в тему. А что если один раз пришли в церковь, им никто ничего не сказал? Такого относительно их внешнего вида. Второй раз, потом третий раз, четвертый раз, пятый раз. И они все ходят. И мы не имеем права их, так сказать, остановить или предупредить, или обличить. Как в этом случае? Хорошо. В этих случаях, вот сколько я разговаривал с пастырями, и имел как бы свой опыт, есть тот, который говорит. То есть, имеет ли право кто-то, поставленный в церковь, то ли Ашер, то ли Диакон, Диакониса, подойти и сказать, девочки, полточек наденьте, или там... Юра, для того, чтобы сказать, нужна мудрость, как сказать. Понимаете? Можно сказать так, что после этого сказания я больше никогда не захочу видеть церковь. Вот пример. Со мной вместе каялась одна женщина. Ну, она на пару лет была младше меня. Молодая, красивая. Да, она была в разводе. Да, она жила с другим расписанным. Но вопрос заключается в том, что рядовые члены церкви, которых Бог не уполномачивал, говорить ей, служители молчали. А нет, ты должна развестись, вернуться к своему мужу. Ты должна сделать. То она говорит, слушайте, он женатый давным-давно. Нет, ты должна сделать. Кончилось с тем, что она просто ушла. Все. Есть служитель, который уполномоченный на это. С другой стороны, я знаю, мне никто не говорил, что мне надо оставить то, другое, третье. Говорил кто-то свыше. Если мы сегодня говорим, что мы имеем дело с ним, пожалуйста, но давайте молиться, чтобы он говорил. И он скажет этому человеку, извините, почему-то вот этой женщине, которая пришла, никто не сказал. Она сама пробежала к пастору и сказала, пастор, я сегодня куплю одежду и буду ходить в собрание. Это один из типичных примеров, имеющих место в нашей среде. Один из. Я стараюсь понять вот эту тонкую грань. Тонкую грань, особенно в нашем славянском обществе отсутствуют такие жизненные факторы, как все-таки, почему Писание говорит, почитай один другу выше себя. Чуть-чуть отсутствует. То есть мы выступаем. Хотя американская среда, Юра, с другой стороны, там лишку хватают. Там хватает лишку. Там слишком все толерантно. Ты не имеешь права. Не буду далеко ходить. Лет 10-12 назад, наверное, не меньше. Мы тогда, так сказать, начали только импакт. И я со своим меньшим братом, по-моему, мы попали в одну американскую церковь. Чернокожих. Здесь, в престольном граде Сакрамента. Мечтаю попасть. Да. И ты знаешь, шло прославление, так сказать. Мы чуть, по-моему, припоздали, шло прославление. Большая церковь. Немало, там, наверное, до тысячи, так сказать, человек посещающих, было присутствующих. Прославление шло. И перед нами женского пола. А это лето было. В женского пола стояли женщины, там, сестры они, или не сестры, не мне судить. В таком виде, они стояли в таком виде с поднятыми руками. Ну, в виде в таком, что 10 лет назад мы на эти темы с тобой еще не говорили. Осуждать, не осуждать. Но я уже понимал, зачем я буду брать грех на душу. И я встал, мы встали и ушли в другую, ну, извини меня, как ты говоришь, извиняюсь, а в другую часть этого зала, потому что смотреть было невозможно. Как прийти в таком виде, как прийти в таком виде с поднятыми руками, там еще хлопать, прыгать. Хорошо. То есть, и для того, чтобы грех не взять, а грех просился в мою душу. Я стараюсь, с одной стороны, сосредоточиться Господу, поклониться, там же поют на сцене, все, призывают, что здесь Господь нас убеждают, а здесь, ну, прям безобразие. Поэтому, чтобы остановить это безобразие, чтобы оно не влияло на меня, я перешел в другую. А сам думаю, слушай, ну, до чего, извини меня, как ты говоришь, я уже следую твоему правилу, извини меня, до чего мы дошли. То есть, я к чему? Должна быть где-то очень аккуратная грань, очень аккуратная. С тем, чтобы лишку не хватить, можно вообще распоясаться, разгнуздаться, как в церкви, и ты не имеешь права его обличить. Все можно. Ну да. Все можно. И я обычно, ну как, имею немножко практику. И обычно так, если я, например, иду, имею служение, вот даже у меня были свои молитвенные группы, или что-то наподобие этого, то есть, я говорю то, что написано в Слове Божьем. Все. Пусть Слово Божье работает. Если я должен, вот у меня была радиопрограмма, когда-то в Вифании, сейчас два года ее закрыли, вообще радио Вифанию закрыли, не знаю причину, почему. Но дело в том, что однажды я увидел на собрании, тоже ишла женщина, замужняя, извините, но... Но не извиняйся. Если там было... Если, ну другими словами, она рекламировала себя. Понятно. Она рекламировала себя, потому что так, обычно я говорю, есть покупатель, есть продавец. Продавец показывает свой товар, а покупатель покупает. В данном случае, продавец это женщина, она показывает свой товар. Но извините, куда ты пришла? Ты пришла в церковь. А она член церкви, наверное, премьер на член церкви. И много раз я говорил братьям, вот хорошо. Но давайте говорить об этом церкви. Говорить. Понимаете? Это очень важно, потому что Бог дал власть, дал слово для того, чтобы говорить. У нас сегодня говорится многое. Того даже, чего не надо говорить. Поэтому смотри, разумный лидер, мы начинали с разумного повара, да? Разумный повар, он будет сочетать в себе, он будет сочетать мудрость, сходящую свыше. Во-первых, перечисление характеристик. Во-вторых, он будет сочетать и зрелость духовную, и мудрость, и будет сочетать в себе достаточно любви, достаточно снисхождения до того момента. Хорошо. Юрий, был у меня случай. Но я его нигде не рассказываю. Только мне, признайся, никто не услышит, только меня. Я понимаю, сейчас нас слышат многие. Я преподавал на Волынском библейском институте. И это была пятница после четверга. А в четверг была братская, то есть было членское собрание. И молодежь, как всегда, послужила в виде боксерской груши. Их били, 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 говорили. И вот в пятницу мы пришли на занятия. Как раз был мой предмет. И студенты, молодежи говорят, брат, ну сколько нас бить? Объясните нам. Я говорю, вы хотите объяснений? Да. Закрывайте окна и двери. Для чего? Для того, чтобы нас никто не слышал. Мы говорим наедине. Мы говорим тем языком, который вы поймете. Все окна, двери были закрыты. Я говорю, хорошо. Вот смотрите, приходит в церковь пацан, который, ну где-то там отсидел за изнасилование или что-то. И он увидит, то есть видел раньше, идет, как говорится, девочка в мини-юбке, с которой можно пошить одну максикепку. Его мысли. Я говорю, вы поняли, да? И вот теперь он пришел в церковь, он покаялся. Все, для него все святые, для него в церкви ангелы летают. Для него каждый верующий, который сидит в церкви, это агнец, это благословение. И тут он замечает, что в церкви сидит то же самое. Идет то же самое. В мини-юбке, с которой можно пошить одну максикепку. Скажите, пожалуйста, его действия. Я говорю, с одной стороны, мы сами дали соблаз, а с другой стороны, приходят результаты. Я никому ничего не говорю, я просто привел пример, мы поговорили. В понедельник все девочки у меня пришли в длинных юбках, без всякого. И только один раз я нарушил свое слово, когда мы переехали в другое помещение, было очень холодно, девочкам было очень холодно, я сказал так, бежите, одевайте, что есть на вас. Пастор приехал, я ему сказал, я сделал так и так, говорю, почему? Я говорю, извините, нам сегодня, как говорится, ну, сделай с этих девочек инвалидов, а потом что? А у них жизнь, им рожать детей. Пастор понял, сказал, все я понял, все нормально. Такой вопрос, Юра, а что если летит шальная мысль? Я сижу в церкви, и ряд наших зрителей сегодня сидят в церкви, те, которые воцерковлены, и вот стараюсь себя сосредоточиться, к примеру, я только что вошел в храм, через 10-15 минут начинается служение, или идет служение, звучит проповедь, или хор поет, или идет молитва, и тут летит шальная мысль, и эта шальная мысль, она обходит стороной брата или сестры слева, справа, и она, шальная мысль, летит ко мне. Что-то не по ему нраву, не по ему вкусу, что-то я увидел на сцене, или что-то я увидел слева, или кто-то передо мной сел, и как мне поступить в этом случае с шальной мыслью. Я понимаю, Юрий, это у нас уже другая тема. Нет, она, кстати, идет в списке. Что нам делать, когда хочется осудить? Это не другая тема. Мы до этого дойдем, просто мы немножко опережаем события. Мы с церкви не вышли еще. Нет, мы не вышли, пока мы не выйдем. А ну-ка. Пока мы не выйдем, мы идем. Мы пока разбираем то, почему в церкви нельзя этого делать. Пока мы в этом. До этого мы дойдем. Если это есть у нас в плане, значит, мы будем обязательно говорить за это. Ну, давай, продолжай. Хорошо. И вот мы теперь видим людей. Вот два человека, они пришли в храм. Они пришли помолиться. один горделиво сказал, Боже, я не такой, как этот, а тот бил себе в груди. Но Писание не говорит, что один пошел неоправданный, а другой пошел оправданный. Но мытер пошел более оправданный, чем этот человек. Потому что этот восхвалил себя, забывая при том, во-первых, кем он был, во-вторых, как ему это все достается, и в-третьих, для чего он это делает. Дело в том, что в наших понятиях служитель для того, чтобы служить. Хорошо. А теперь мы смотрим, почему мы не должны этого делать, то есть осуждать. Потому что самое первое, это место молитвы. Извините, не осуждений. Опять не извиняйся. Если это место молитвы, значит извиняться нельзя. Дело в том, что еврейская молитва, она немножко отличается от нашей. Ну да. Почему? Ну, мы сегодня молимся некоторыми еврейскими молитвами, они записаны. Они записаны, хотя бы молитва ученаш. Хотя бы в Ифании троекратное благословение, хотя бы молитва благодать. Дальше. Многие верующие молятся первым псалмом, двадцать вторым псалмом. Потому что, извините, это псалм исповедание, двадцать второе. Господь, пастор мой, я не нуждаюсь. Это не то, что я не буду нуждаться, я не нуждаюсь. Овца не нуждается. Почему? Потому что пастор ее ведет к водам теким, подкрепляет душу, направляет. Если пойду долиной смерти, тени не убоюсь. Потому что ты со мною. То есть пастор со мной. Да. И третье. Он уготовил трапезу ввиду врагов моих. Извините, жирная овца ходит, наеденная, а волки ходят рядом слюной, захлебаются. Я называю это модель новозаветного пастора. Я понимаю, да. Модель. И многие люди молятся, и я молился этой молитвой. Почему? Если я вижу, что она подходит мне, если я вижу, что там именно то, что мне надо. Почему мне не использовать это? Дальше. Иногда люди молятся, евреи, они высказывают свои мысли. Люди благодарят. Есть молитва, но она называется в христианстве молитва медиатации. Да. Она отличается от медиатации индусов или кем, потому что это молитва размышления. Вот Давид 121-й, поднимай очи моих горам, 120-й псалом, откуда приходит помощь моя. Это созерцание величия Божия. Созерцание. Я обычно люблю молиться на природе. Я выезжаю, я хожу и я смотрю на это все. Я не знаю, кто научил верующих закрывать глаза во время молитвы. Извините, ни в Библии этого не написано, ничего. Это человеческая традиция, но есть традиция, пусть Бог благословит. Привыкли люди так, им лучше. Закрывайте. 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 Но я люблю молиться с открытыми глазами. Я вижу, я смотрю чудеса. Я смотрю, говорится, то, что Бог сделал и делает. И я благодарю Всевышнего за это. Дальше есть молитва-моление. Извините, это молитва, когда человек, говорится, глубоко унижает себя пред Богом. Потому что есть проблема. Есть кричащая проблема. Обычно мамы молятся за детей. Но это проблема, и особенно здесь, в Сакраменто. Я был на Украине, когда был в служении немножко, и я видел, как мамы просили. И вы знаете, мужу я и рассказывал этот случай один за одну маму с Житомира. Когда я, ну как, ввел немножко семинар с родителями, там, с РЭП-центра, родители, дети, которые в РЭП-центре. И одна женщина постоянно тянула руку, хотела меня перебить. Я говорю, уважаемые, ну дайте человеку выговориться, потом я дам, вам будете говорить. И потом она рассказала историю из-за своего сына. Сын был отличником. Учился в институте. Единственный сын. И мама узнает, сын наркоман. На Украине это приговор к смерти. Все. И она идет по Житомиру, плачет. Ее другая остановилась. Женщина, что вы плачете? Горе. Какое? Сын наркоман. А вы знаете, что для вас есть выход? Она говорит, где? Покажите. Выходом есть Иисус. Она провела ее в служении. Женщина покаялась. Начали молиться за сына. Сын покаялся. Прошел на реабилитацию. Сегодня один из служителей церкви. Смотрите, это место молитвы. Не надо людям мешать молиться. Даже этот мытарь, он прошел, я не знаю, что привело его туда. Но я понимаю, были состояния у меня, когда даже и люди насолили, даже люди наговорили, но тянуло как магнитом. Почему? Потому что это дом молитвы. Там люди молятся. Хотелось молиться, хотелось спросить у Бога милости. Ничего другого. Ни заслуг, ничего. Милости. Потому что единственное, на что может рассчитывать верующий человек, это на милость. Это на милость. Потому что Бог милостивый. Милости хочу, а не жертву. при всех наших преимуществах, достоинствах, при всех наших добрых, благородных черт характера нашего, при всем нашем, при всем нашем превосходстве и благородстве, как я применил это слово, это все блекнет. Понимаю. Это блекнет, как только мы понимаем, кто такой Иисус Христос. 72-й псалом. Это для меня псалом до тех, пока я не вошел в освятилище. Изменение мышления. Да. Изменение мышления. И получается, только Божье присутствие, оно изменило мышление святейшего человека. и который потом назвал себя ну, нехорошим словом. Что он был как, ну, не буду говорить, вы знаете. Да. Хорошо. Мы смотрим дальше. Церковь это место, где люди ищут утешения. Утешение. Чтоб кто-то утешил, поддержал, помог. Вы знаете, как это важно. После одного случая, когда мне только человек начинает говорить, что у него есть проблема, ему тяжело, я ему сразу предлагаю, слушай, дорогой, давай молиться. Юра, ну улица, неудобно. Я говорю, какая разница, где? Люди идут, они не знают, что мы делаем. Пусть это на работе. То же самое. Была у моего друга проблема. Я говорю, давай молиться. Здесь? Говорю, прямо здесь. Араб, мусульманин, он падает там, где он есть, в час молитвы. Аминь. Задирает свое место, на чем мы сидим, и он не обращает внимания на людей. И он так лежит, и они не волнуют. Юра, когда мы были в Ешеловской программе на Украине, извините, многолюдство, автобусы, трамваи, поезда. Какая разница, кому? Я молюсь, все. Да. даже колдунья в четвертом роде молилась со мной. Потомственная. Ты рассказывал. В поезде. Она не обращала внимания. Так же само были люди, которые занимались экстрасенсорными делами. На улице молились. И вот смотрите, люди ищут утешение. Все мы ищем утешение. Скажите, пожалуйста, хоть один человек не хочет утешения. Не хочет, чтобы его поняли. Не хочет, чтобы ему помогли. Да каждый из нас. Каждый из нас. Ты знаешь, большинство случаев в моей практике. Большинство. И буквально на прошлой неделе, до того, как я возвратился в Калифорнию, мне как-то жена говорит, где-то мы там что-то делали по бекярду у нас. И она говорит, ты знаешь, такие постоянные мысли, что хочется всегда благодарить Христа. Постоянно благодарить Христа и говорить ничего, кроме благодарить. Я поймал себя на мысли после ее слов, что действительно есть такое состояние, и оно бывает неделями, если не месяцами. Для многих, даже годами бывает, когда все, чем наполнено твое сердце, это благодарность Богу и все. Аминь. Ты не просишь дай-дай-дай, ты не просишь Господи, там, помилуй, или это, ты просто благодаришь Господа и все. То есть бывает такое состояние. Но ты верно подметил, что церковь, это госпиталь, это госпиталь, это больница. Это больница. Самый настоящий. Это больница. А скажите, а кто приходит в церковь? Из раненой души? Конечно. Из раненой души? Ну не только. Благодарные приходят тоже. Юрий, если, например, из ста человек придет два-три благодарных, а 97 человек из ста приходят люди, у которых есть проблемы. А подожди. Ну тогда, слушай, мы умоляем действия благодати Господней. Я с тобой готов поддискуссировать не в прямом эфире, но тем не менее один на один и может тут о нас... Хорошо. Смотри, дело в том, что я считаю, я считаю, я имею, так сказать, право на свое мнение, его мне никто пока не отбирал, что если из года в год переходя, из года в год переходя, не меняется твоя ситуация, о чем ты молишься или что ты просишь у Господа, тогда закономерно возникает вопрос, так ли ты молишься, почему у тебя постоянные up and down, up and down, взлеты, падения, взлеты, падения, взлеты, падения, взлеты, падения, взлеты, падения. Нормально это для младенца, но когда через 10, 20, 30, 40, 50 лет и ты up and down, up and down, и как они говорят, я говорю, какие стремления, брат говорит, хотя бы перевалиться через порог небесного царства и цель достигнута, это мелко. Это хорошее замечание, я просто говорю о людях, которые приходят в церковь, но дальше идет обучение, я знаю, в нашей церкви покаялся чемпион Советского Союза по карате, но извините, но для Бога не нужен был чемпион СССР по карате, а ему нужен был верующий человек. Ему душа, важна душа. И вот он начал работать с этим человеком, а когда Бог начинает работу, ломается характер, это довольно сильно, но слава Богу, сегодня я звоню этому человеку благословенный брат, человек, который имеет свое служение, человек, который через это служение дает возможность другим людям познакомиться со Христом, это прекрасно. Хорошо, следующее, церковь это место, где люди находят покой. Покой. А покой мы знаем дает Бог, но он дает временный покой. Почему временный? А вот я бы хотел за это поговорить в отдельной программе и показать взаимосвязь временного покоя и как достигается настоящий покой. То есть, то есть, ты хочешь войти в тему, что если мы войдем в его покой, это как состояние нашей души, духовное состояние? Нет. Нет, да? Нет. Дело в том, что каждая вещь, ну, смотрите, старая русская как бы былина, богатый отец умирал, сказал сыну, который не работал, ничего, сын, заработай рубль и принеси мне. Сын выходит, мама дает ему рубль. Через пару дней папа, я заработал, он берет этот рубль и в огонь. Сын, иди заработай рубль, ты не заработал. Мама второй раз дала ему рубль, папа снова сжег. Но третий раз сын подумал, подумал, надо идти зарабатывать. Ну да. И вот по копейкам заработал, принес отсюда, отец берет в огонь и тут сын бежит, разгребает этот огонь. Вот теперь я понял, что ты заработал эти деньги. Ну да. Понимаете? Так же само и мир Божий, для того, чтобы находиться в состоянии Божьего мира и покоя, идет определенная дистанция. Несомненно. Да. Но мы теперь пока говорим за тему осуждений. Почему мы не должны это делать? Ну хорошо, мы готовы, у нас осталось 10 минут, мы готовы перейти в сферу того, если шальная мысль летит? Ой, еще нет. Еще нет, да? Еще нет, еще нет. Я думаю, можно придется еще одну программу делать по этому. Ну будем делать. Хорошо. А как же. Ну тогда если 10 минут, я постараюсь закончить то, о чем мы говорим. Давай. Хорошо, покой. И если люди хотят найти этот покой, не мешайте им. Я говорю сегодня людям, которые имеют свое мнение по отношению к другим людям. Не мешайте людям. Не мешайте. Лучше помогите. Лучше поддержите. Лучше, если вы увидите человека, который приходит с проблемой, ничего не расспрашивает, у тебя проблема. Да. Давай помолимся. Давай твою проблему отнесем в руки Божьи. Это будет намного лучше. Во-первых, Бог увидит ваше сердце неосуждающее. Бог увидит ваше сердце помогающее и благословляющее человека. А с другой стороны, человек увидит. Увидит вас, извините, не религиозного скриалу, а увидит воистину верующего человека. А это огромное благословение. Это большое благословение. Это большое благословение. Я помню людей, я помню людей, которые помогали мне, которые молились за меня. Вот я часто вспоминаю тетя Соня Грицак, вот покойная тетя не Якута. Лет 50, то есть раз 50, я уже о ней слышал. Ну, люди, которые помогали, но за них, ну, не 50, у нас всего сколько, это 15-я программа. Ну, в одной программе ты по три раза говоришь, это уже 45. 45. Ну, ты знаешь, действительно, они оставили неизгладимый свет. Неизгладимый, да. И я и шел с третьей смены. Третья смена кончалась у нас в 2.10 ночи. Потом, пока мы мылись, в 3.30 был автобус. И вот где-то минут 20 он вез. Это уже около 4 утра. Я и шел, и я видел, у них горел свет. Они молились, я стукал. Я говорю, помолитесь, мне тяжело. И понимаете, после вот этого случая, который я вчера рассказал, никогда отказа не было. Никогда. Была молитва, я и шел с покойным сердцем и засынал. Церковь – это место, где люди ищут и получают духовный покой. Это огромное благословение. Дальше, друзья, мы смотрим, это место духовной борьбы и раскаяния. Тоже люди приходят в церковь. Мы же не знаем характера, мы же не можем заглянуть внутренность человека. Только Бог знает внутренность человека. И мы иногда смотрим, спокойный человек себе сидит, хорошо. А внутри, извините, аврора стреляет. Революция начинается. Или уже идет. И вот понимаете, благословение, очень важно, очень важно, когда этих людей, этих людей, за этих людей просто церковь молится. и я имел, и я имел такую практику перед началом. Вот идет начало служения, мы молились за таких людей. И было время, когда я начинал служение, я просто говорил, дорогие, понимаете, ждать до конца? А у человека болит сейчас. Но ему два часа сидеть, ему не собрание, у него борьба. Мы начинали молиться, мы просили Божьего благословения, мы просили, как говорится, чтобы за этих людей молились. Это очень важно. Мы с тобой как-нибудь проведем, знаешь, какую тему? Я поймал себя на мысли только что, чтобы у той части наших зрителей, которые не знают, что такое церковь, там нас в кабельных сетях смотрят. Мы в кабельных сетях находимся с первым каналом российского телевидения, с Москвы которой, параллельно наш канал. И нас там показывают? Ну а как же. Ой-ой-ой. Так вот, смотри, я к чему. И те, которые переключают наш канал с первого российского канала телевидения, RTN еврейского канала из Нью-Йорка и импакт третий, и они думают, слушай, поймал себя на мысли, что некоторые из зрителей, они думают, слушай, вы постоянно говорите, что церковь, там постоянно все в проблемах, все постоянно, вот многие в каких-то этих, надо как-нибудь мы проведем с тобой тему на предмет того, что мы приводим это как единичные случаи. Не всегда и не у всех находится вот колумбур и сумбур в их семьях, в их головах, в их духовных каких-то переживаниях. то есть есть те, которые стабильны, те полноценны, они целенаправленные, у них нет такого, вот знаешь, он приходит в церковь, он постоянно больной, кривой какой-то, слепой какой-то, нет. Масса, послушайте меня, вот если это к вам было, друзья, масса из нас, это вполне люди с логическим мышлением, то есть, то, что Юрий говорит, некоторые, бывают такие моменты, кто-то приходит действительно с переживанием, кому-то болит, кому-то колется, кому-то плачется, есть такие, но в основном, когда сходится Божий народ, когда мы сходимся в церкви, у каждого есть и псалом, и там перечисление, то есть у каждого у нас полное, полное желание. Просто мы сейчас идем в зависимости от темы. Совершенно верно. Я сделал такую поправку специально. Хорошо, хорошо. Ну, так как у нас осталось немножко времени. Пять минут у нас осталось. Дальше. церковь – это не место праведной гордыни. Ну да. Это не место праведной гордыни. И что самое интересное? Самое интересное. Ну, сейчас мы будем говорить, возможно, о других вещах. Но то, что вы сказали, ну, не получается. Придется еще немножко делать за эту программу. Когда мы осуждаем ближнего, мы занимаем место Бога. Почему? Только Бог знает наше сердце. И мотив. Да. Только Бог знает вот это, что вы говорите, правильную мотивацию. Да. С третьей стороны, Бог знает, что он достигает тем или иным. Я себя много раз ловил на мысли. Я не могу понять людей. А Бог говорит, не можешь, но я тебе покажу. И понимаете, когда впервые в моей жизни пришло понятие навязчивой идеи, я тогда схватился руками за горячую батарею, руки жгло, а я кричал, Господи, помоги мне, Господи, помоги мне. Понимаете? Сегодня я могу понять этих людей. Я знаю, что это. Я, например, могу понять сегодня человека, который находится в депрессии. Я сегодня могу понять человека, который не может бросить курить. Он хочет, он просит, но он не может. Я сегодня могу понять многих людей. Дело в том, что я никогда не был в депрессии, не знаю, что это такое. И не проси. И видно на тебе особая мера Божьей благодати, потому что Господь дал тебе возможность беседовать с теми, которые находятся в такой проблеме. Потому что ты, видно, сам проходил эти долины. Недавно мне позвонила одна женщина, и снова же вот проблема, вот я боюсь, я то, я сё. я немножко попросил рассказать свою историю, и я понял. Я понял, почему страх пришёл в неё жизнь. Она ухаживала за своей мамой. Мама несколько лет была лежачей. И вы знаете, кто-то принёс ей в разум мысль, что ты тоже твоя мама, и ты будешь похожа на неё. И мне пришлось тогда сделать две или три радиопередачи специально для этой женщины. Потому что я знаю, таких людей много. Таких людей много. и для меня... Они не все, но их есть достаточно. их есть. Их есть. Мы знаем, тем более, многие люди сегодня боятся того, что будет завтра. Есть даже такие, да? Да. Уповай на Господа. Аминь. Уповай на Господа и не бойся, всё будет хорошо. Да. Но человек, а что будет хорошо? И снова же с таким человеком надо говорить. Ряд людей боятся, что он пенсию не получит. Говорит, меня 57, один мне говорил, вот прошло какое-то время, братюра, мне 57, и вот в 70 я планирую выйти на пенсию, и говорит, и рядом стоит близкий мне человек, и мы вот слышим эту пенсию. Я смотрю на него, 13 лет он нарисовал, что до пенсии, и он говорит, вот мне надо сейчас много заработать, потому что вот когда я не получу пенсию, и такое, и я в изумлении увидел, что он чашу разносит воскресную, мне хотелось, не хотелось, я ему и сказал, слушай, бог, джаговарафа, знаешь, что такое джаговарафа, что это такое? Бог усмотрит. Совершенно верно. Бог обеспечивающий, бог усмотрит, не волнуйся, бог всё, а тебе позаботиться, через 15 лет будет пенсия, и к пенсии будет, не волнуйся, не переживай, то есть разноси чашу с дерзновением, что в крови Иисуса Христа есть настоящее и счастливое будущее, не надо, поэтому всё у вас будет хорошо во имя Иисуса Христа, не волнуйтесь, друзья, не переживайте, то, о чём мы говорим, это очень важная, серьёзная тема. Так, Юрий, мы будем это дело продолжать дальше? Обязательно, если не на этой неделе, на следующей обязательно. У нас вот это насчёт шальных мыслей, которые всё-таки летят, и так и хочется мне кого-то опустить, кого-то осудить, обсудить кого-то, переговорить, поднять телефонную трубочку или мобильник свой набрать и кого-то где-то, как-то, почему-то. Друзья, мы будем говорить на эту тему ещё, видно, есть это множество. Это надо отдельную тему, потому что... Будем говорить. Да, потому что очень много в Библии сказано, да не только в Библии, психологи говорят, всё зависит от мыслей. От мыслей, да. Вернее, от наших помыслов. 20 секунд осталось. Это то, что летит наш раз. Летит. Хорошо. И как реагировать и противостоять этому. Об этом будем... Юра, спасибо. Хорошо. All the best. Друзья, будьте благословенны, Иисус Христос, любите тебя по-любому. Всего хорошего. Оставайтесь с нами на «Импакте». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»